Привет, я Мурила, защитник Локомотив Москва. Мне 24 года, и я здесь для того, чтобы дать интервью. Я провел большое количество времени со своей семьей. Я был счастлив. Это то, в чем я нуждался, так как все это время находился в Москве без семьи. Когда оказался в Бразилии, то смог подзарядиться энергией, проведя с ними достаточное количество времени. Моя мама всегда из-за всего беспокоится. Она грустит даже сегодня, когда я... Я не буду об этом говорить. С тех пор, как мне стало 10 лет, когда выхожу из дома, она плачет. Как в первый раз. Она становится эмоциональной, и я становлюсь эмоциональным тоже. Но я делаю это только из-за них. Это для них. Поэтому я отдаю свою жизнь. Я делаю все возможное для них. Это то, о чем я мечтаю, и то, что меня радует. Но больше всего грустит моя мама. Мой отец более спокоен, ему это нравится. Он любит путешествовать. Если бы это было в его силах, он бы тоже был здесь, если бы не ковид. Он бы всегда был рядом. Он уже приезжал. Вся моя семья уже приезжала. Отлично себя здесь чувствовала. Они были счастливы здесь гуляли, познакомились со всей Москвой. Когда все закончится, то они снова вернутся, и все будет хорошо. Это был непростой этап. В те времена работал только отец, и ему приходилось обеспечивать всех в нашей семье. В доме жили братья, я и моя мать, и все помогали моему отцу. И именно в тот момент, будучи молодым, но обладая талантом, которым меня наградил Бог, я получил возможность играть в футбол. Это то, что мне нравилось больше всего. Я полюбил это дело навсегда. До коронавируса я много путешествовал с семьей, старался быть с ними. Мне нравится проводить с близкими время, поэтому я всегда хотел путешествовать с ними. В связи с нынешней ситуацией, они находятся не в Москве. Поэтому, когда я в отпуске, я стараюсь навещать их, чтобы мы были дома вместе, изолированы, защищены и оставались там. Весело проводили время в нашем доме, день за днем. И это то, что я не променяю ни на что, ни на какую поездку. Я хочу быть с ними чаще. Это большая радость для меня. Я играл в мяч. Больше всего я занимался тем, что играл с друзьями в футбол. Иногда мне нельзя было выходить из дома, но я тайком выбирался, чтобы попинать мяч. Мое детство было именно таким. Но у меня было много и других занятий в это время. Например, вы, возможно, не знаете, мы играли в шарики, запускали воздушного змея. Это то, чем было наполнено мое детство. Но больше всего, конечно, я играл в футбол. В молодости я был, на самом деле, очень спыльчивым. Когда человек очень легко заводится, понимаете? Я никогда не любил проигрывать. И однажды на площадке собралась очень сильная команда. Я за нее играл, она постоянно побеждала. И в какой-то момент я решил перейти в стан соперника, чтобы попытаться перевернуть исход. Мне не хотелось, чтобы все было слишком легко. Поэтому я так поступил. И мне удалось изменить ход игры. И было очень классно, когда после матча мы болтали, шутили и веселились. Я думаю, что это внутри нас. Это то, с чем мы уже рождаемся, желанием играть на наших улицах каждый день. Это что-то естественное, что уже происходит и будет происходить в нашей стране всегда. Ну, я не знаю, маловато играл. Когда был моложе, я играл в футзал. Но это не было то, чем я горел. Большое футбольное поле было тем местом, где я всегда мог играть. Где всегда мог находиться. Настолько, что рядом с моим домом была местность, на которой было грязное и большое поле. И мне всегда нравилось бегать туда, чтобы попинать мяч, поиграть в футбол с друзьями. Это всегда было по-настоящему. Я родился с даром, и Бог уже решил, что должно произойти в моей жизни. Но говоря о моем окончательном решении, я принял его, когда мой отец спросил меня, действительно ли я хочу играть в футбол. До этого момента я уже проваливал просмотры, не реализовывал другие возможности, которые мне давались. У меня просто не получалось. И мой папа задал мне этот вопрос, действительно ли я хочу играть в футбол. И именно с этого момента я сказал, что сделаю один шаг, шаг вперед, и смогу стать футболистом. И все началось тогда, благодаря отцу, благодаря влиянию моей семьи. Я смог совершить тот самый шаг вперед. На самом деле, у бразильцев есть большой талант, с которым они уже рождаются. И, как я уже сказал, у них много хороших качеств. Многие там даже не нуждаются в школе. Многие чувствуют себя с мячом на улице, даже на асфальте очень уверенно. Помного играют в футбол, это для них естественно. Но я считаю, что им нужно оттачивать технику все больше и больше. Шлифуй свои навыки, чтобы совершенствоваться в этой области. И иметь возможность расти и развиваться в этот период в детстве. Расти до взрослого уровня. Было интервью, где я говорил об этом. Он и моя мама работали с раннего возраста. Была такая необходимость. Я видел, что они выкладывались на полную. У них было много работы. И во время одного из разговоров между отцом и сыном, это был очень эмоциональный и душевный разговор. Мы оба пустили слезу. Я смог сказать ему, что он больше не будет работать и с легкостью бы пожертвовал своей жизнью на поле, чтобы отдать дань уважения всему, что он для меня сделал. В пять лет я пошел в школу в своем городе. В ту пору в поседневной жизни было много разных ситуаций. Многие вещи остались внутри меня и по сей день. Наверняка тот парень, который прошел через все, что довелось пройти мне, должен унести с собой часть того, что он пережил. Поэтому вы всегда должны оставаться скромными, твердо стоять на ногах и знать, что вам нужно развиваться каждый день. Но это был очень долгий процесс. Я много лет прожил там. Я был далеко от своей семьи. Я был один в Белой Аризонте. Три года я играл за профессиональный футбольный клуб Крузейро. Три года, которые открыли мне двери, чтобы приехать сюда, в московский локомотив. Определенно, да. Без сомнений, это был правильный выбор. Как я уже сказал, я здесь счастлив. Сейчас начнется мой третий сезон. Я определенно хочу приложить как можно больше усилий и играть на хорошем уровне, чтобы заявить о себе и провести здесь больше времени. Я думаю, что сильно изменился. Полагаю, что развился не только как футболист, но и как личность за пределами поля. И это помогло мне стать лучше как игроку. Я думаю, что из-за того, что я живу так далеко, у меня гораздо больше ответственности. Это очень быстро заставило меня измениться. Это заставило меня развиваться в большей степени с точки зрения того, чтобы стать более сосредоточенным на игре, что является важнейшим фактором на поле. Я думаю, что это было важно для меня. За эти два года я смог стать очень внимательным и понять, чего я хочу. Так что это было основополагающим фактором. Да, я всегда хотел играть в Европе. Я всегда говорил во всех своих интервью, что у меня была мечта. И благодаря Богу я ее воплощаю здесь, уже третий сезон. И слава Богу, я очень счастлив. Я полностью освоился, чувствую себя лучше. Уверен, что все это в совокупности с каждым разом будет улучшать ситуацию на поле. Думаю, техника. Скорость. А также опека. Индивидуальная опека. И удары головой тоже. Достаточно? Нет, думаю, что это не так. Честно говоря, я начинал в середине поля. Я был полузащитником. Все детство играл в полузащите с друзьями. Я пошел в клуб на своем первом просмотре и выступал в середине поля. Но затем, с того момента, как я вырос и стал сильнее, мощнее физически, я немного опустился, перешел на позицию опорного полузащитника. А затем, в 16-17 лет, я стал защитником, потому что у меня уже был подходящий для этого высокий рост. А также благодаря тренерам, которые помогли мне стать защитником. Благодаря друзьям и руководству, которые мне тоже очень помогли. Сказали, что это будет намного лучше для меня, как для футболиста. И в настоящее время я предпочитаю свою позицию защитника. Мне она очень нравится. У меня есть несколько человек, на которых я ориентируюсь. Я хочу достичь топа, самого высокого уровня. Дай бог, все получится. Мы с ним и не говорили на одном языке, но я много наблюдал за ним. Из-за всем, что у него было в карьере. Хоть она уже подошла к концу, я все равно считаю его одним из лучших игроков, которым я когда-либо видел. Я анализировал его игру, мне очень нравился его футбол. Он очень техничен, с большим талантом. Он пережил многое, чемпионат мира и тому подобное. Я всегда анализировал и искал возможность учиться лучшему у этого игрока и перенимать этот опыт для себя. Без зависти, ничего подобного. Хотел развиваться там, где мне нужно прибавлять. Я видел это в нем. Он обладал очень хорошей передачей, что очень важно для защитника. В современном футболе защитник должен давать пас не только ближнему, но и делать передачи вперед. И он это делал отлично. Он выдающийся игрок. Раньше это был Серхио Рамос, теперь мне больше нравится Маркиньос. Серхио Рамос и Маркиньос, а эти двое для меня высший уровень. Они долгие годы находятся на вершине, а Маркиньос продержится там еще долгие годы. У меня была возможность поиграть с разными футболистами, которые меня вдохновляли, и с теми, с кем я мечтал сыграть вместе. И я сыграл. Я смог осуществить эту мечту. В Крузейро я играл с разными футболистами. И у меня была уникальная возможность сыграть в национальной команде с Неймаром, который был в Олимпийской сборной Бразилии. У меня была такая возможность. И это было круто. Это было большое событие в моей карьере. И благодаря Богу, с каждым разом я продолжаю реализовывать эту мечту, в том числе и здесь, с Локомотивом. Кубок Бразилии – очень важное соревнование в моей стране, где участвуют все команды из Бразилии. И я имел честь выиграть его дважды и стать чемпионом. Это было очень хорошо для моей карьеры. И для меня лично. Я всегда мечтал стать чемпионом Кубка Бразилии. И эта мечта сбылась. С того момента, как я смог играть на приполненном стадионе, я смог осуществить свою детскую мечту. Так что это было для меня очень важно и приятно. Там очень теплая энергия. У болельщиков всегда высокие требования к игрокам, и за это они всегда активно болеют за нас. Во время игры они хотят результата. Они хотят, чтобы игроки усердно работали, выкладывались по максимуму. И это правильно. И это очень клевая энергия. В любом месте, в каждой игре. Все знают, как важно иметь за спиной фанатов. И в Москве, когда болельщики нас поддерживают, это всегда помогает. Мы всегда чувствуем импульс, всегда чувствуем большую энергию. И это всегда заставляет нас все больше и больше выкладываться на поле и совершенствоваться. Русский язык довольно сложен. Я немного учил его, но безуспешно. Я верю, что в этом году, в этом сезоне, я буду усердно работать и сильно прибавлю, что облегчит мне ситуацию на поле. Ведь я смогу больше общаться с моими русскоговорящими друзьями. Это послужит для меня фундаментом. Моя ситуация была похожа на ситуацию Гильерми, который приехал из Бразилии в Москву. В этом смысле наши судьбы немного похожи. И Гильерми дал мне душевное спокойствие. Ту поседневную дружбу, которая была намного важнее всего остального. Я чувствовал себя хорошо, ощущал себя под его крылом. Особенно важно, что он помог с языком, поскольку я не разговаривал по... Не разговаривал по-русски и не мог говорить ни на каком другом языке, кроме родного. Он очень помог мне вначале, это было очень важно для меня. И сегодня мне намного лучше, я чувствую себя прекрасно, намного счастливее, намного легче. Могу быть самим собой в повседневной жизни. Что касается Пабло, он более опытный человек, приходил более спокойным, и это было очень легко. Дружба, которая у нас появилась, образовалась очень быстро и была чем-то естественным, спонтанным. Конечно, мы трое уже как компания. Мы уже болтаем, уже шутим в повседневной жизни. Это что-то очень искреннее, это имеет значение, и это очень приятно. Всех, кого ты мне сейчас перечислил, в повседневной жизни, все они очень важны. Они вызывают у меня улыбку, что делает мой день счастливым. Когда я работаю во время тренировки, когда тяжело, потом, когда я ухожу с тренировки, мы много смеемся, говорим о многих вещах на разные темы. Это делает жизнь лучше, естественным образом делает повседневную жизнь счастливой. Кто смешнее? Это хороший вопрос. Я думаю, что Зе самый смешной, но он и Пабло очень юморные, но вопрос спорный. Гиля? Гиля просто прикалывается. Он шутит над обоими. И с этого кайфует. Мне очень нравится Москва. Я даже разговаривал на днях об этом с Гильерми. Мне здесь очень понравилось, но первый год был очень трудным, конечно, с адаптацией, с языком, но я очень хорошо адаптировался. Я узнал несколько мест, о которых я даже разговаривал со своей семьей, и им тоже очень понравилась Москва. Я рассказывал им то, что меня очень впечатлило. Даже холода. С каждым разом я все больше и больше приспосабливаюсь, и будет только лучше. Все трофеи важны. Я думаю, вы должны быть амбициозным, чтобы выигрывать их, любить вкус победы. И каждое соревнование, которое мы выигрываем, каждое соревнование, в котором мы становимся чемпионами, это эмоции. Это вкус победы, который удивителен. Его невозможно ничем заменить. Вот что это. Это очень сильные эмоции. Думаю, что да. Когда я говорю о семье, то я очень эмоционально переживаю, потому что это люди, которые являются частью моей жизни. А это для меня все. Поэтому в этом вопросе я очень эмоционален. На поле я тоже считаю себя эмоциональным. Это то, к чему я пришел с детства, со времен мальчишества. И ты всегда спокоен, но когда выходишь на поле, все полностью меняется. Больше всего меня мотивирует желание совершенствоваться каждый день. Я считаю, что это главное в нашей жизни. Не только в футболе, не только на поле, но и в вашей личной жизни. В жизни, которую ведете ежедневно, желая стать лучше, желая улучшить свои отношения с Богом, желая улучшить восприятие других. Я думаю, что все это нужно делать изо дня в день, постоянно развиваясь. Мне это не нравится. Я даже хотел удалить свой инстаграм, но не стал, потому что другие люди попросили меня не делать этого. Но мне это не очень нравится. Я пытаюсь по минимуму проводить время в телефоне, чтобы он не становился чем-то слишком захватывающим, что отдаляло бы меня от близких мне людей. Конечно, я использую мобильный телефон для того, чтобы поговорить с семьей, чтобы всегда быть рядом. Мне всегда нравится меняться. Я всегда хотел изменить и стрижку, и бороду, и усы. Я всегда хотел попробовать что-то новое. Мне не нравится быть всегда одинаковым. Всегда делать одно и то же. Мне нравится вводить новшества. По душе делать что-то новое. Мне очень нравятся сериалы. Я предпочитаю смотреть их. Есть несколько сериалов, которые я смотрел, и советую посмотреть вам. «Люпен». Новый сезон уже вышел очень хорош. Есть еще «Побег». Я смотрел несколько серий, и они мне очень понравились. Я меломан, слушаю все. В Бразилии много разной музыки. Есть музыка северо-востока. Есть музыка с того места, где я родился. То есть из Баии. Есть музыка из Рио, есть музыка из Сан-Паулу, есть музыка кантри, и я слушаю все. Рэп тоже. Я уже слушаю музыку из России. Слушаю все. Когда ты профессиональный игрок, я думаю, что жизнь на поле и вне поля примерно одинаковы. Потому что, когда ты вне поля, ты думаешь о том, чтобы оказаться на нем. И всякий раз, когда вы находитесь на поле, не имеет значения, кем вы были за его пределами. Что я имею в виду? Мыслями вы всегда находитесь на поле. Болельщики, я приглашаю всех вас приходить на наши матчи, поддерживать нас в каждой игре, чтобы мы, набрав три очка, выходили победителями и радовались вместе.